Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон Тарасов и рядом со мной стоит сам Андрей Парабеллум, у которого сейчас я возьму интервью и поговорим об ораторском искусстве. Скажи, Андрей, полезно ли ораторское искусство людям, которые занимаются бизнесом? Ну, естественно, потому что с помощью ораторского искусства можно влиять не на одного человека и не на маленькие группы людей, а влиять на большие группы людей. И, естественно, продавать опытом сильно проще, чем индивидуально. Помогает ли ораторское искусство людям, которые работают в интернете, которые занимаются с ним? Ну, смотря чем, потому что если ты копирайтер, то тебе не нужно ораторское искусство полностью. С другой стороны, если ты занимаешься бизнесом в интернете, то никто не запрещает тебе делать вебинары и собирать большое количество людей и там продавать. Это практически бесплатно. И один, наверное, из самых интересных для меня вопросов, связанных с личностным ростом. Правда лишь, что люди, которые ораторами являются, которые занимаются ораторским искусством, они... это помогает им развиваться личностно и, в принципе, как-то дисциплинирует, реализовывает. Обязательно. Потому что сцена, как большой гигантский микроскоп. Она вытаскивает тебя и из тебя показывает все, даже все, что ты хотел скрыть. Видно становится. И твои плюсы, и твои минусы, и твои недосказанные вещи, и то, что ты говоришь одно, а делаешь другое, заставляет соответствовать. Начинаешь быть честным, начинаешь соответствовать. Кроме к личностным ростам, еще не получается, приходится расти. Сцена заставляет тебя расти. И заключающий вопрос. Влияет ли науку ораторского искусства на деньги? Ну, прямой. Чем лучше продаешь, чем больше влияешь на людей, тем больше денег приходит. Потому что в психологии есть такое выражение, что нельзя прочитать одного конкретного человека, но можно прочитать среднего человека. Потому что если у вас большое количество людей, если вас слушает или смотрит большая аудитория, то прочитать среднее арифметическое очень просто, и на них влияет становится сильно проще. Поэтому чем больше ваша аудитория, тем проще вам продавать, и проще зарабатывать. Ну и напоследок, пожелай людям заниматься ораторским искусством. 100 выступлений. Реально, первые 100 выступлений у вас будут не очень хорошие. Себя переслушать при этом не надо, чтобы не настраиваться. Но чем больше вы будете выступать, тем лучше вы будете выступать. Это навык. Это не знание о том, как выступать. Вам нужно просто отработать 100 своих первых выступлений. Поэтому удачно вам 101-го выступления. Спасибо, Андрей. С вами был Антон Тарасов и Андрей Парабелл. Всем пока. Спасибо.